Глава Римско-католической церкви Франциск, находящийся с визитом в Багдаде, призвал правительство Ирака соблюдать права представителей всех религиозных групп. Папа Римский в пятницу 5 марта прибыл с визитом в Ирак. Это первое в истории посещение страны главой Римско-католической церкви и в то же время первая зарубежная поездка Франциска после начала пандемии коронавируса. В видеопослании, которое Франциск записал накануне поездки, он сказал, что хочет посетить Ирак в роли паломника примирения и желающего покаяться. Вместе с тем глава Римско-католической церкви призвал представителей всех религий, живущих в Ираке, вместе создавать мирное будущее. Во время приема президента Ирака Бархама Салиха в первый день своего визита Франциск заявил, что защита всех политических, социальных и религиозных групп и соблюдение основных прав и свобод человека имеют основополагающее значение. Никто не должен считаться гражданином второго сорта, подчеркнул понтифик. В свою очередь глава Иракского государства отметил, что визит Папы Римского наполняет жителей Ирака гордостью. По словам Салиха, Ирак невозможно себе представить без христиан, и успеха регион добьется лишь тогда, когда покинувшие его из-за разного рода кризисов христиане вернутся туда по доброй воле. Отмечается, что визит Папы Римского в Ирак связан с повышенными мерами безопасности. Всего за два дня до прибытия в страну понтифика 3 марта в результате ракетного обстрела, используемой американскими ВС, военной базы на западе Ирака погиб один гражданский сотрудник базы. В рамках визита в Ирак Папа Римский Франциск посетил в субботу руины античного города Ур, одного из древнейших шумерских городов, государств Южного Междуречия. Этот город в иракской провинции Зикар считается местом рождения пророка Ибрахима. Накануне же понтифик посетил город Эн-Наджав, где встретился с известным богословом, духовным лидером мусульман-шиитов Алиас Систани. Первый в истории визит Папы Римского в Ирак продлится до 8 марта.